Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Время быкануть в Норсгарде. Моя любимая ффашечка на 8. Рагнарёк. Смертельная сложность. Очень ровное лобби. Вот только... Хотя, может быть, этого кикнуть. 31 очко как-то маловато. Извини, чувак. Последний зашёл. Вот тут так-то ровненько. А вот теперь вот... Ровное лобби. Бык, олень, волк. Ещё один бык. Есть лошадь. Медведь, ворон. А, да нет, есть ворон, да. Ворон есть. Я думаю, будет интересно, как всегда. Предлагаю посмотреть на быкование. Лёшка быкует в Норсгарде. Всё, приятного просмотра. Вырубаю свою рожу. Синенький цвет мне выдали. Ну, сразу отстраиваемся. Добыча дерева, домик и хижина скаута. Лагерь разведчиков. Включим информацию. Кнопочка и Ай. Это включается периодически. Меня это спрашивают в комментариях. Вот тут все кнопочки. Вот можете их пожамкать. Они что-то включают. Или выключают. Сразу начнём. С исследования, с добычи. Вот эту надо. Так, у нас рядом три. Вот тут побережье вроде будет. Норм. Ну, будем надеяться. Значит, хороший старт. Это руинка, кораблекрушение, территория с лесом и территория с овцами. Вот если вот это всё ещё и вместе есть, есть кораблекрушение. Зашибись. Уже плюсик. Так, тут вроде не пробежать. То есть это закрытая территория. Всё только может ворон на меня нападать периодически. Вот жалко, правда, что два здания только можно поставить. Это минус. Сразу и олени, и рыба. Ну, нам вот эту территорию надо колонизировать. Изначально. И тут ещё олени, кстати, будут. Ну, не знаю, буду ли я рыбу, кстати, ставить. У нас два оленя. Имеет ли смысл ещё и рыбу присоединять? Так. Вот нету след... Ну, короче, средний старт. Слава богу, есть хотя бы кораблекрушение, но в принципе не особо быстрое место. Поиграем в развитие. Думаю, лесопилку где мне ставить? Я бы, наверное, тут лесопилку бы поставил. Правда, у нас один ворон. Понимаете, проблема в том, что если я здесь поставлю лесопилку, и ворон будет ко мне, например, рейды отправлять. Он будет и сюда, и сюда отправлять. Я просто не смогу дерево добывать. Так что, мне кажется, лесопилку надо всё-таки здесь поставить. То есть, считайте вместо рыбы. Нам хватит... Нам хватит две сторожки охотника. То есть, чисто на оленей. И апнем оленеводов потом на... в кузне. Видите, наверное, сразу... Сразу добуду тут... Ну, рынки исследую, чтобы и деньги, и дерево было. Так, вот здесь надо будет учебный лагерь. Так, сначала... Сначала мы здесь гавань поставим, а тут надо будет учебный лагерь и лекаря. Хотя нет, слушайте, тут вот у нас всего лишь один волк. Я думаю, нам не надо тут лекаря ставить. Блин, вот чувак дерево был. И он сразу сдался. Я отключу... У меня хоть не написано, что все... Всем добро пожаловать, но... С уровнем дерева очень не люблю брать, потому что они вот так вот поступают. Просто ливуют из игры. Потому что им не понравилось по какой-то причине место. Теперь у кого-то никого нету в соседях. Лекаря тут поставили. Опять же, по причине наличия ворона в игре, чтобы он не... не атаковал меня. Ну, то есть, чтобы лекари работали всегда. А то ворон проатаковал, и... невозможно никого вылечить. только по берегу дерева. Мне надо будет... вот эту территорию присоединить. Опять же, тут еще ждем, чтобы предание... чтобы открылась колонизация. Дешевле присоединять будет. Я сейчас зачищу с волком, и все, и, собственно, будем ждать науку. Так, а где у нас волк? Вот он. И тут будем ставить... Тут явно тоже волки есть. Да, может мне сразу... С другой стороны мне надо... Нет, давайте я, наверное, поставлю гавань еще одну сразу здесь. Как раз за счет того, что у нас гавань есть, я быстрее и открою улучшение территории, и смогу железо тут начать добывать. Градостроителя. Ну, это теха для быка специально. Вы можете дешевле улучшать территории, то есть вот это развить зону не за 100, а за 50, и все здания в развитых зонах будут меньше требовать содержания, а поселяние в них будут больше добывать ресурсов на 10%. Склад пока не хочу, потому что здесь будет 80. Склад... Еще дом надо построить, кстати. Блин, а где мне дом построить? Ну, тут я, получается, охотников ставлю, лекарей. Вот у нас склад не влазит. Ну, у него тот тут надо будет дом все равно вставить, а потом как-то разберемся. Я сначала сейчас на дом поставлю строиться дом, потом охотников, лекарей. Потом лекарей. Так, хватает дерева, тогда давайте тут склад. по добыче еды. Все равно минус два. Интересно. Так, три из трех, три из трех, пять из пяти, два из двух. Ждем градостроительства открытия. Не, ну сейчас он склад построит и лекарь закончит. Меня даже зимой не должно. Ну, может быть, зимой будет легкий минус, так что нормально у меня с едой. Хотя мне надо бы и ученого сюда отправить. Сейчас зима настанет. Поэтому отправляю в скаут и минус шесть. Не, сейчас будет минус два, когда он закончит лечение. Лекарь. Надо эти две территории в любом случае открывать. Пока постоять, пока он долечит скаута. Все. Исследуем. Ух ты тут драугры. Значит, волки могут только отсюда нападать. Так, минус два. Может отправить. Мне еды все-таки не хватит, если я сейчас на науку отправлю. с другой стороны надо быстрее открыть улучшение. И железо надо начинать уже добывать. Так, вот это тяжело будет зачищать. сразу улучшаем все территории. Так, и этого, пожалуй, на добычу железа быстрее. Вообще, вот ворон, например, может сейчас очень качественно поднасрать. Если он будет рейды, если он откроет меня, конечно, то есть для этого мы должны так повести в кавычках или мне не повезти, что он откроет вот эту мою территорию. И он сможет сюда рейды посылать, не давать мне добывать железо. И я тогда, собственно, без торфина останусь. О, тут дерево. Так, интересное, конечно, расположение у меня. так, давайте так и так сделаем. Блин, минус 12. Так, ну минус 6, потому что он лечит. Так, а где мне еще взять еды? Да нет, должен сейчас вылечить и будет в плюсе еда. По-моему. Нет, минус 1. Но я думаю, что мы дотерпим. Не должны заболеть. Не хочется просто с добычей железа сейчас переключать. Надо торфина быстрее, потому что вот эту территорию нам за... О, слава богу. Так, тут бы я добыл дерево, но так как мы там добываем дерево, то можно... А, так, собственно, тут один лесорубый остался. Давайте на науку. я бы потом дом наверное вот здесь поставил, когда мы тут добудем железо, а тут бы дом убрал и, собственно, склад и военный лагерь делал. Вот так будем придется. Тут только я, да, добываю? Тут, по-моему, дерева. Довольно долгая добыча, но, во-первых, никому другому мы не дадим это дерево, во-вторых, это всегда нужная штука. Меня никто не исследует и вот тут я не вижу границ. Возможно, вот этот оранжевый чувак ливнул, как раз он здесь должен был быть. Потому что я вот тут ничьих границ не вижу, они должны быть. так, по науке я впереди, это нормально для быка. Не знаю, может начать сразу тут уже камень добывать. что-то на удивление еды много. Клеток с едой три рядом, а на одной вообще две еды. А, чего я не вижу? Я не вижу второго железа у меня. вот не видать. Ну, для быка, конечно, важнее камень, но и железо никогда не помешало бы. все норм. Не знаю, стоит ли уже... А, давайте потихоньку военные лагеря строить. Я понимаю, что всего лишь плюс два еды. И, наверное, лучше было бы их строить зимой. так, раз я тут решил вместо дома поставить военные лагеря, тогда можно тут склад делать. Да, несчастье, нам нужно еще одну территорию присоединить, чтобы вот на 14 не было несчастья. Пока придется терпеть. Несчастье минус 20% к производству всего. Ну, так у тех, у кого несчастье. То есть, сейчас на 20% медленнее добывает дерево этот чувак. Но, с другой стороны, мы сейчас вот тут кучу дерева получим. Так, денег у нас уже дофига. Осталось три железа добыть и торфин. Мы, наверное, сейчас вот эту территорию зачистим, чтобы сразу присоединить. Хотя, денег... Не, еда должна быть 80. Будет еда, я думаю. По-моему, 200 дерева тут дают. Ага. Все, возвращаемся. Ну, давай, 15 железа и торфин появляется. Так, здесь дом построю. Не будем долго ждать, сразу зачищаем. Вот это будет тяжело. Тут, слава богу, тут стреляющих нет, но все равно пять драугров это пять драугров. Это тяжелая клетка для зачистки. Убираю тут домик. Ну, тут, наверное, все-таки уже поставлю зимой. Военный лагерь строится. Надо пока еды насобирать. Так, давайте попробуем позачищать. Вот отсюда откуда-то нападать будем. Так, лучше всего на самом деле драугров ждать, когда они сами... Тут, когда их накапливается много... О, нехватка еды. Так, давайте-ка ученого на добычу еды. лесоруба одного пускай все-таки он будет. Так, горняк. Тоже давайте на добычу еды. Нам сейчас так много камня не надо. Я все равно сейчас не присоединю эту территорию, потому что у меня даже еду надо оставить на зиму. но просто зачищу, чтобы потом этим не заниматься. А потом просто будет по одному драугру появляться, я буду приходить и... Ну, вот, например, сразу появился. 25 очков военного опыта тоже неплохо. Да, блин, почему ты на воина напал? Хотя я бы даже наверное его сначала лечил. Так, ну, 240 еды нормально, переживем. 110 еды, чтобы присоединить. Все, вот теперь надо обратно их всех направить, потому что зимой поселяние меньше всего берут еды. Собирают еды, то есть это вообще их невыгодно на самом деле. Так, на науку даже. А уж в метель тем более. да, можно даже построить военный лагерь пока зима идет. То есть лучше вот так поселян зимой не держать и чем-то их занимать в этот момент. Там скаутом, где-то что-то добывают. кузню кстати надо построить. Видимо здесь. Минус 20, минус 6. Нормально. Переживем. Эту метель мы переживем. так вот тут уже другой клан. надо было тут поисследовать. Но я не вижу, что все еще не вижу никаких границ. Наверное, даже можно апать. Мне дерево 100% хватит. Так. Мореход, дружина, апаем ратушу, апаем оленеводов. А вот гавань, наверное, пока нет. Потому что это 100 дерева, и у меня может начать не хватать дерева. но это не мое второе железо, но железо есть. Хотя бы. Да, в принципе, сейчас мы даже сможем апнуть, похоже. пускай лето дождусь сначала есть. нифига себе. Серьезно, он нормальный вообще ворон? Я хорошо тут собрал уже все железо, зачем он это делает, я не пойму. А он не может на центр ко мне отправить, потому что он пока не стал ярлом, он сможет это только когда ярло отправит. он даже не знает, что он с этого получил, тут еды 50 только, возможно, кстати, возможно, он отправил, просто потому что ему еды не хватает. О, тут тоже хорошая, о, тут какая-то нейтральная фракция, хочу ее открыть. Блин, я бы вот эту и вот эту территорию бы забирал. Отлично, еще можно собрать для Торфена снаряжение, родовое снаряжение, но это, опять же, способность только быка, они вот могут такие родовые снаряжения собирать по полям. Во-первых, эти снаряжения дают бонусы определенные, а во-вторых, при неудержимости каждое родовое снаряжение будет давать плюс 5% к атаке и защите. То есть, представляете, да, как это можно прокачаться. Ну, вот тут бы я волков не зачищал, а вот рыбу здесь бы я построил. Вот у меня нету вообще поселян строить, кстати. гномы, можно будет с ними улучшить отношения. кто-то с ними уже торгует, кстати. Ворон это Кико. То, что показывает славу, это из-за того, что он на меня напал. Все, я тут собрал камень весь. Так, мне надо 110 еды. Я думаю, сейчас мы соберем это. Тут я получу железо, тогда я улучшу этих охотников, оленеводов, блин. И начну тут собирать камень. Склад, наверное, пока не буду здесь ставить. Думаю, нам еды будет и так выше крыши. Так, мне надо буквально двух драугров убить. Сначала здесь. Все, валим теперь здесь. Так, пока беру защищенность, чтобы счастье вернулось. Теперь валим этого парня, захватываем территорию, ставим там дом. Блин, опять эти побежали. Волки. Так, возьмем завоевателя. Берем неудержимость. ставим дом. Ставим рудник. Ставим учебный лагерь. Это для того, чтобы тут сразу было три здания и сразу развить зону. охотников улучшим. Это сначала дом построим. Так, ну походу мне тут повезло, у меня нету одного из соседей. То есть вот тут должен был быть оранжевый. Дальше мне надо брать вот эту и вот эту территорию. тут куча железа, тут еще один камень и счастье самое что главное. Так, я думаю, что нам надо везде уже где можно военные лагеря строить. Так, нам осталось улучшить лагерь разведчиков и дальше только военные лагеря я уже буду улучшать. Причем, наверное, пока не на побережье. То есть пока у меня хватает камня, я вот тут буду улучшать, чтобы мне не мешал ворон, если что. Ну, просто могут сгореть, если он будет атаковать мои прибрежные зоны. Улучшенный военный лагерь тогда может сгореть, зачем мне это надо? Ну, и они дают счастье, потому что вот эта защищенность, это плюс три счастья от торфена и одно счастье за каждый улучшенный военный лагерь. Так, кракен зимой. Хотя надо дочистим эту территорию, тут все равно никого нету, кто бы ее забрал, просто чтобы уже потом не заниматься. все, тут все улучшено. Сначала эту 140, а это по-моему 170 будет стоить. захватываем. Наверное, тут держал торфена, а тут воина, и пожалуй сразу давайте железо тут добывать. А тут и дом надо построить, и военный лагерь тоже. Давайте сразу все это сделаем. Теперь нам надо 10 железа добыть на релик. Тут желтый, в соседях желтый, я так понимаю. Ну правда это возможно ворон. Так, и нам надо сейчас отменить. Это сейчас отплывет и отменить, потому что он через месяц тут будет кракен ломать все, прервать поход. Наверное этот уже надо прерывать. Да, надо сейчас прерывать. И отправляем скаутов по соседним областям. этого сюда, этого сюда. Это плохо, конечно, что сейчас минус по деньгам идет, но я ничего не могу пока поделать. Это надо, пока кракен буйствует. Он просто ломает тогда гавани. Я бы потерял и деньги те же самые. вот он переломает ломает ворону. Ворон не отменил. Короче, несколько кланов забыли отменить мореходов. сейчас их ломают. Еще один. Ну, короче, желтый это ворон, и он явно здесь, и у него уже, он уже две гавани потерял. А нет, это коричневый. Фига себе, а нафига тогда ко мне ворон? Я думал, хотя бы сосед мне. Ну, вот тут оранжевый был бык. Это явно его территория. Не знаю, зачем он ливнул, у него явно хорошие места. То есть, как минимум у него вот это... Вот это место дает плюс два счастья и меньше потребления дерева зимой. по-моему, круто. Чтобы денежки вернуть, надо будет пир сейчас закатить. Когда кракен закончит буйствовать и лето начнется. как вообще развитие может там кто... Ну да, кто-то в науку прет. Но я как-то думаю, что это вполне может быть тот же ворон. Так, отправляем. и запускаем пир. Ну и в принципе вот эту территорию можно присоединять и тут надо будет сразу поставить... Сейчас мы ухудшим отношение с гномами, но я поставлю камень. Вот это тоже поставит. Какой-то рядом. Я думаю, он тоже поставит камень, чтобы пассивно улучшать отношения. Так, а у нас где-нибудь еще релик? Нет, больше нигде. Пока не появился. Так, можно, наверное, начинать не релик имел вот эти вещи для торфина, а релик мы вот тут сейчас будем делать. О, тут еще камни немерено. Ладно, давайте вот этого откроем. давайте поставлю уже военный лагерь и добычу камня. Я бы, наверное, даже улучшил эту гавань. Надо сейчас открыть всех соперников, чтобы понимать, где кто находится, кто во что идет и кто что делает. Вот, видите, у него тоже улучшаются отношения, там, явно, тоже этот пассивный камень поставил. А, нет. Просто торгуют. Так, гномы сейчас вот сюда будут нападать. красота. так, все норм. Может, тут потом волков будет зачистить, наверное. Этого я вряд ли убью одним. это у нас белочка еще. Так, как они развиваются. Ну, вот эти все мои соседи средненькая. Ворон, кстати, хреновый. Я, кстати, думал, что это лидер ворон по науке, а ворон-то совсем, смотрите, как плохо. Это удивительно, кстати. С таким количеством гаваней. Там в гавань можно кучу кого посадить. Так, разведчик погиб. Все, у нас уже нормальные отношения. уже гномы на меня нападать не будут. Давайте, наверное, волков тут попытаюсь зачистить. Этого оставлю. Пофигу. Эта территория от меня никуда не денется, если захочу, я его зачищу. Просто, чтобы волки не нападали. Этих волков не хочу зачищать, потому что они и коричневому тоже мешают, и вообще, как бы, закрывают проход между нами. мне эта территория особо не нужна. У меня тут есть что добывать. Я, наверное, даже скорее эту присоединю. Хочет всего две клетки. Кстати, а что я не присоединю? Давайте присоединю. Прямо сейчас. Сейчас. и я стал ярлом. Так, я не встретил еще... Ага, желтый, то есть ворон просит зеленого его не атаковать. Значит, желтый где-то там. ворон Ну желтый написал Типа не атакуй меня Потому что я фокусируюсь на другой На другом конце карты Какая-то странная игра А зачем он фокусируется На другом конце карты Спрашивается Просто сидим Накапливаем мощь На самом деле нам денег не хватает Я бы пожалуй сюда еще Торговый пост поставил И здесь у нас релик еще будет стоять Опять умер скаут Ну не знаю Коричневого наверное Имеет смысл атаковать Но в принципе у нас тут все зашибись Вон там коричневые даже волки нападают Ну наверное сейчас прибежит Где-то бегает просто Так значит я Не знаю только где Желтый и мазик Желтый явно сосед зеленого Где-то Фиолетовый меня исследует Это волк Зачем он меня исследует Он вообще на меня никак напасть не может Очевидно что ему надо Соседей Изучать они меня Так ну вот тут между ними похоже Никого не будет Так я с гномами буду деревом торговать А тут я наверное улучшу дом лесоруба И кстати тут после релика можно еще лесорубов улучшить У меня что-то именно дерева не хватает сейчас Так ну я Давайте вот этих исследуем Это возможно Либо Йотуны Либо Эльфы Если Йотуны То я хотел тут еще А подождите И вот тут Это скорее всего кстати А нет это вообще чужое А это другая территория Смотрите тут фиолетовый с коричневым Кого-то зажали Я думал это нейтральная фракция А это другой игрок какой-то Скорее всего мазик Раз там Кико Зеленого просил не нападать Тут короче не повезло Вот этому чуваку Потому что его коричневый и фиолетовый Явно зажали Кудуз музум Турак что ли какой-то Точно я угадал Так это он что ли по науке прет Да Ну вот это будет интересно Ну тут у него есть проблемки Я думаю коричневый с фиолетовым его пилить должны Хотя мы сейчас посмотрим какая тут территория Может я Слишком рано Так нейтралитет с гномами Значит что они мне начинают Железо и камень давать Все эти у черного отжали территорию А чем он занимался интересно в это время Так и пожалуй мне еще надо будет После дровосеков Давайте улучшим Скаутов как раз Так ну тут явно Лидер красный Потом мне надо будет зеленого исследовать И гир сюда ставим И Черного победил зеленый Интересно Ну там он видимо зеленый планировал Планировал на желтого нападать А потом Тут его если чем-то уговорил Так он на черного напал Почему? Ну кого-то надо же убивать Надо же зеленому территорию Чтобы побеждать славой здесь Так ладно С красным я ничего не могу сделать Правильно? А вот зеленому Мешать побеждать я могу Что он ко мне сейчас пойдет Ну это он зря Нет просто зачистил Да? Может мне к нему сходить Пока он Да не Я бы сидел Просто сейчас пока развивался Мне кажется я Мне кажется Бык оленя Всегда вынесет Хотя я конечно Может самоуверенно Это говорю Этот Ворон Ему пишет Что типа Я сфокусирован На том Чтобы ослабить Другую сторону Но я не Не исследовал Их Территорию Чтобы видеть Нападение Это уж какая-то Мне кажется Туповатым Тактика Давайте Переключусь На Так Так Ну я думаю Можно уже Зачистить От этого парня Хотя там Фиолетовый Недалеко Не Давайте Мы не будем Зачищать Ну что Пока Постоим Так Вот здесь Нужно Военный Лагерь Так Десять У нас еще Десять Жиль Дайте я Наверное Оставлю Вдруг Мне убьют Торфена Ну вот Блин Хреново Тут Не соберешь Уберу Кузницу Поставлю Склад Блин Ещё Дом Нужен Кстати Слишком Так Сколько у меня Территория Девять То есть У меня должно Быть девять Военных Лагерей Поэтому И Лимит Восемнадцать Этот Мы в последнюю Очередь Улучшим Вообще Тут опасно Держать Всех Моих Этих Давайте Сюда Перекину Потому что Если Ворон Будет Посылать Рейды То Многих Убьют Вопрос На кого Фиолетовый Хочет Нападать Ну Ну я Я бы На его Миссии На красного Конечно Нападал Как он Лидер Как я и думал В общем то Так Сука Их он Отправил Шесть Ну давайте Четыре Наверное Пускай Уже Бегает У нас Четыре Мне еды Достаточно Ну Желтый Конечно Такой Херней Занимается Честно Говоря На самом деле За ворона Надо Конечно Посылать Вот так Но К тому Например Я нападаю На коричневого И он Отправляет Ко мне Рейд В тот момент Когда я Максимально Далеко У коричневого Чтобы меня Убить Таким Образом Там и коричневый Получается Ослаблен И я Буду Ослаблен А вот Это Скорее Больше Выглядит Как Моя Прокачка Покачка Прокачка Больше Зеленого хочу полностью Открыть Ну у меня меньше Боевого опыта чем у него Так ну слушайте Ну тут зеленый то Сейчас по славе хочет победить Вообще то Нет ну коричневый по славе не может выиграть У него нету территорий просто Для захвата Давайте я эту заберу Да ладно он забрал Блин а что у него хватает территории У него сейчас 14 территорий как то так Что то не понятно Я не понял Я не думаю что у него может быть 14 территорий Просто Это странно конечно немножко Так фиолетовый забрал эту территорию Ну то есть коричневый больше просто не может территорию Просто никак присоединить больше не может И это явно ему именно территории не хватает Так 260 территория А у меня 160 За 9 Не понимаю как они тут очки Начисляют Одно Не знаю как это Так, там желтый явно Ну, получает сколько у зеленого? Раз, два, три Четыре, пять, шесть, семь Восемь, девять территорий будет У зеленого явно не хватает пять территорий Пять И он, опять же, не может, не убивая никого Эти территории получить А вот с коричневым непонятно Ну, ему явно тоже территории нужны А по науке красный, да, тут? Ага, вон красный сейчас на коричневого пойдет Я до военного ремесла Науку Ну, наверное, блин, я не знаю Наверное, все-таки мне на зеленого надо нападать Еды дофига Армию я могу большую сделать Он, кстати, зеленый даже никакого релика не построил Да, наверное Так и сделаем Так и сделаем Начинается лето, и я сразу на зеленого нападаю Так, а куда армия красного делась? Наверное, тоже хочется сначала убить вот это Кто тут нападет Мне нравится, как зеленый Типа указывает на коричневого, что он по славе играет Хотя зеленый следующий будет, кто выиграет по славе И мне очевидно, что разбираться с коричневым должен красный Как выигрывающий по науке Почему, например, я должен нападать на коричневого Когда ты там сейчас по науке выиграешь Субтитры делал DimaTorzok Да, ты прикалываешься коричневый Но сейчас посмотрим, на кого он пойдет Не, ну просто ему может проход только так Или он хочет уже этих убить сначала Или он на меня пойдет Нет, я думаю, что нет Еще раз повторю Коричневый О, коричневый уже, видите, проценты пропали Это значит, что у него территорию отжали Ну, скорее всего, красный Вот там, где мы не видим Там красный нападает Давайте я, наверное, отправлю еще скаута Надо посмотреть Во, 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 у них тут битва происходит Так, я думаю, мы в первую очередь вот эту территорию должны отжать С алтарем Ну Не, он догонит Торфена Нет Ну ладно, он все равно проиграл Железо у меня есть Серьезно, ну желтый Ну это какой-то бред Ну это нормально вообще человек Нет, я понимаю, что он сейчас может меня выбить Но тогда зеленый просто победит Так, сколько он отправил шестерых Хм, может мне хватит Я думаю, мне хватит Хм, может мне хватит Так А эти ребята не могут ремонтировать, нет? Так, как мы тут тогда Ну, зеленый, наконец, кажется, вынес Да, я не знаю, мне не хочется помогать на самом деле красному против коричневого По той простой причине, что Ээээ Ему-то победить наукой будет полегче Чем коричневому славой Отлично Тогда вот теперь я могу напасть на коричневого Это очень хорошо Ах, 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 ах Так, так, так. А, он там нападает. Желтый на этого нападает. Ну, хоть тут правильно он подействовал. Хотя, опять же, он должен был это делать, мне кажется, как раз когда коричневый выносил красного. Ну, скажем так, если бы коричневый не вынес красного, я бы на него не нападал. Но сейчас... Ну, тем более, у меня армия ничего не делает. Блин, где мне еду взять? Так, сюда. Этого сюда. Мудреца. Так, мудрец побежал. Еда, еда, еда. Все, плюс пошел. Так, когда я там смогу Торфена вернуть? 78%. Вообще, мне вот эту надо территорию у него отбить. Потому что там мой релик. Мне бы очень хотелось, чтобы фиолетовый занялся... Вороном. Пока не будет Торфена, вот тут тяжеловато, потому что у него тут башня стоит. Ну, нафига сюда желтый высадил. Десант. Что-то непонятно. Подши мореходы. Так, 95%. Убирай опять же, чтобы тут... Не напало. Есть. Вернулся Торфен. Смотрим, где у нас тут еще, кроме как у коричневого... О! Может... Не, надо сначала ту территорию забрать. Ну, тут, конечно, тяжеловато нападать. Я думаю, что... Медведь ждет зимы просто. Ну, за его армию... Я бы вот на его месте... Я бы играл, я бы на его месте вот так вот прошел бы. Вот так. И тут меня поймал. Но у него, возможно, нету просто денег. Достаточно. Потому что тут сколько тут у него? Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Не хватит ему напасть на меня. Так, плюс пять по еде остается. Зашибись. Пойдем... Ловить... Падших мореходов. Так, ну тут еще волк может победить на самом деле. Все по той же славе. Я не думаю, что сейчас уже коричневый может. Так, вот тут у меня сейчас падшие мореходы на эту территорию будут нападать. Поэтому тут их и надо встречать. Не хочу убивать коричневого прямо скажу. Он был как противовес фиолетовому, например. Но он, правда, сейчас уже и не игрок пока коричневый. Надо восстанавливаться тут. А могу ли я по славе победить? Ну, мне пять территорий надо. У меня столько еды нету. Тут вообще проход есть у желтого кому-нибудь. Желтого открыть полностью. Вот тут позачищать все. Пошли, кстати, этим и займемся. У фиолетового мало славы для победы по славе. Красно. Спасибо за субтитры Алексею. Субтитры сделал DimaTorzok Возьмем, наверное, медицину Или ликвидацию попробовать Еды побольше Так, надо Еще лагерь скаутов У меня не хватает информации По территориям О, зашибись Вот это мы соберем Там, правда, может сейчас волк нападать Но для этого и надо внимательно следить Я думаю, они сейчас соберутся на меня Нападать все вместе Блин, может все-таки коричневого убить? Ну, по науке я сейчас буду Лететь Хотя как, я не лечу Я же получаю науку за убийство юнитов Я уже пятую открою Будет плюс 25% К защите и атаке Мне кажется, коричневого надо убить О, тут у волка Блин, тут у волка прикольно Вообще-то это прикольно Ну, я думаю, что мне кажется мне стоит попробовать все-таки победить славой давайте поставим здесь алтарь канунгов во первых счастье еще будет давать так возвращаемся наверное вот эту территорию я бы присоединил тут дом и добычу камня нам не нужно добыча камня у нас вот эти ребята все добывают блин я вообще что-то проспал что тут волк вот эту весь камень собрал не поймал волка так не никого не нападал судя по всему зеленый убил черного я убил зеленого коричневый убил красного до волк какой-то пассивный кстати так нам надо четыре территории то есть куча жрачки тогда наверно надо улучшить это здание линия против вот это нам надо улучшить еще одно блин существенно это очень много еды требуется у меня сомнение вообще столько может быть еды потому что пир провести еще денег у меня дофига так а давайте мы я точно сумею так как дофига денег то я точно смогу этих всех ребят потом собрать в армию одного оставим пускай они еду добывают 46 плюс было 22 стала 46 понеслась еще помнить сколько стоят у меня где-то 2000 еды надо так а я ликвидацию склад 10 к производству снижать так надо склады вот эти улучшить еще 50 предел 1800 ну собственно вот эти 1800 надо накапливать и забирать территории мне кажется скоро сейчас на меня нападать будут ко мне нет куда желтая в него чуть во что желтый вообще играет что это у него 5 территорий ну конечно слабенький ворон прямо скажем по моему мнению но возможно отсидится и в итоге победит кто знает ну я не буду добывать хотя хотя зависит от того где они выпадут весел тут вот выпадет тучи не собрать камень а подожди так у меня шел эти гномы я просто могу собирать камень даже не строя я забываю так ну и куда они упали у меня один сюда один сюда и один еще сюда канара все соберу куда там желтый отправляет караваны рейды а у волка 80 процентов но ему именно ему самой славы не хватает они территории я думаю что с территории как раз не проблема мне именно территории не хватает все остальное у меня уже есть так 420 следующие 530 мне еще три территории надо ну я видите 81 процент вылез 530 640 и 750 да то есть мне реально надо 1800 где-то так то я тут еще и по науке по идее недалеко ну фиолетовый интересный конечно сыграл за волка абсолютно пассивно не нападая ни на кого желтый во все стороны отправляет куда-то караваны теперь к фиолетовому хотя тут йоту но я что-то у фиолетового йоту на не вижу не наторговал с ним так мы походу по ходу вот тут не успеем все-таки собрать а может и успеем на тоненького да успел зашибись так но мне кажется надо присоединять территории что-то я где-то очень рядом с победой все боятся на меня нападать 650 и 700 ну ребят надо уже нападать как-то что-то сделать со мной все-таки как-то совсем пассивно 780 ну да все победа но это очень странно когда тебя сидел пытался наукой победить то было бы дольше как видите не понимаю почему человек коричневый не напал ну да чай больше всего конечно претензий к фиолетовому как главному сопернику он должен был на меня нападать логично я все правильно сделал и зеленого правильно вынес и коричневому немножко подгадил тут но нельзя где он был близок среди у него сколько еды а кстати у фиолетового уже было двенадцать территорий фиолетового уже было двенадцать территорий ему именно славы не хватало так блин напади на меня отбери какую-нибудь территорию вот тебе и слава или йоту на убей кстати ему йотунов надо было убивать так то 150 славы практически вот-вот получается очень странно честно говоря так что-то по дружинам было да вот тут зеленый собрал против меня на тут 20 ему 25 он только чисто убил моего торфяна на нем сосредоточился и все потерял всю армию тут красный с коричневым красный слил черный я не знаю как черный проиграл у него была армия сколько в три сколько четыре или три юнита блин что такие какие-то странные битвы тут происходили ну счастье понятно наука красный практически победил конечно по науке но я ничего не мог сделать с ним а вот коричневый сделал потом на него желтые я ну же коричневого надо было притушить мне нельзя было ему давать восстанавливаться но и вот тут должен был быть оранжевый не знаю чё он ливнул вполне хорошее место очень можно было хорошо сыграть ну такая партия получить получилось по моему до конца было непонятно кто победит и жаль только что вот мои оставшиеся соперники сыграли пассивно на этом все играть в умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока Cookп Againstuck Пока Смотри Понимаешь Пока Пока bi